3 ноября день Иллариона. Сегодня почитается память преподобного Иллариона Великого и Иллариона Ково-Езерского. Илларион Великий жил на территории Палестины, а Илларион Ково-Езерский неподалеку от Чудного озера. Илларион Великий, обучившись наукам в Александрии, вернулся на родину и удалился к отшельникам, проживавшим неподалеку от Газы. Его считают основателем первых монастырей в Палестине. Умер Илларион на острове Кипр, предсказал свою смерть заранее. Илларион Псково-Езерский был учеником преподобного Ефросина Псковского. Илларион основал Озерский Покровский монастырь на берегу реки Желчи, впадающей в Чудское озеро. Он стал первым его настоятелем, а сама обитель впоследствии стала хорошо известным религиозным центром. На Руси частенько именно сегодня выпадала первая Порошица – густой снег, стелящийся по земле. Сегодня не рекомендовалось ехать куда-либо по проселочной дороге, чтобы не попасть в неприятное положение. В народе дороги всегда считали нечистым местом. Говорили, что там стоят злые силы, поэтому не рекомендовали строить дом рядом с дорогой. Мол, это принесет несчастье. Избегали высаживать что-то в огороде или саду, расположенном около дороги. Такие посадки не приносили урожая. На перекрестках дорог хоронили людей, которых запрещено было хоронить на кладбище. Обычно это были никому неизвестные люди, самоубийцы, либо некрещенные дети. Поэтому в сознании русского человека дороги имели негативный смысл. Приметы. Если на Илариона снег выпал на замерзшую землю, будет урожай хлеба. Если выпал снег и плотно осел на ветках деревьев, в ближайшее время снегопады продолжатся. Сегодня тепло к затяжной оттепели. Нельзя собираться в дорогу сегодня. Это к несчастью. В этот день желательно рассыпать зерно на перекрестки, чтобы задобрить души мертвых людей. Считается, что они прилетят в образе птиц и съедят зерно. Нельзя ничего поднимать с дороги, особенно перекрестка, приносит несчастье. Нельзя испражняться на дороге, можно тяжело заболеть. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.